Семь ДТП с материальным ущербом и ни одного с пострадавшими. Основные причины аварии на минувшей неделе – нарушение правил проезда перекрёстков, несоблюдение очерёдности проезда, нарушение правил движения задним входом. В трёх случаях причину установить не удалось, так как водители скрылись с места ДТП. Сотрудники ГИБДД также выявили 115 административных правонарушений. По статье 12.29, это часть 2, это велосипедиста. Нарушение правил дорожного движения велосипедистами был привлечён один человек. По статье 12.29, это нарушение правил дорожного движения пешеходами было привлечено 5. По статье 12.27, часть 2, оставление места дорожных транспортных происшествий, 3 было водителя задержанных у нас. В Саровском ГИБДД подвели итоги за первый квартал года. Согласно статистике, снизилась аварийность. 9 ДТП с пострадавшими произошло в Сарове за первые три месяца года. Травмы получило 12 человек. За аналогичный период прошлого года зафиксировали 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 16 саровчан. Проведённый анализ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими показывает, что основными видами дорожно-транспортных происшествий является у нас столкновение транспортных средств. Также наезд на пешеходов, превышение скоростного режима и съезд с дороги. Основные причины аварии – нарушение требований дорожных знаков и светофора, несоблюдение скоростного режима, пренебрежение правилами пешеходной разметки, выезд навстречку. С целью профилактики ДТП сотрудники госавтоинспекции провели 13 профилактических акций. Баху с труба автокресла детям, внимание пешеход. «Хотел обратить внимание, что в первую половину апреля на территории Нижегородской области количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних выросло на 120%. Это с 15 до 33. А число раненых у них детей на 84%. Это с 19 до 35. С 24 по 30 апреля в Сарове пройдёт информационно-пропагандистское мероприятие «Детям безопасную дорогу». В его рамках проведут профилактические беседы с детьми в образовательных организациях, а также беседы в трудовых коллективах.